Продолжение следует... Продолжение следует... Заповедь мы можем исполнить только с Иисусом. Хлеб нас насущный, дай нам на сей день. И вот с этим хлебом мы можем исполнить, который сошел к нам с небес, первую заповедь и вторую с Иисусом. И продолжить я хочу этот разговор о том, что эта заповедь или эта молитва прошла через тысячелетия. И была испытана многими учениками Иисуса, многими верующими. И поэтому сейчас идет исход имя всех наций по этой молитве. И я видел как бы видение, что идет на сейчас исход как бы не одной нации, еврейской нации, а всех наций. И соберет он всех нас по этой молитве. И второй его приход будет, естественно, как Дашмай, Израиль, Адонай, Аллахейно, Адонай, Ахат. И он будет произносить именно эту молитву. То есть это очень значительная молитва. Она была испытана как учениками первыми, так и последующими учениками, так же всеми верующими. И по этой молитве нас он проверяет. Поэтому это очень значительная молитва. И в этой молитве также Иоанн Креститель. Потому что через наше покаяние, через наше прощение мы продвигаемся вперед. Если мы не прощаем друг друга и не каемся, как верующие, как церкви, тогда мы не продвигаемся вперед. Поэтому покайтесь и идите вперед. И как говорил Иоанн Креститель, то есть воздайте достойный плод покаяния. То есть в этой молитве Иоанн Креститель также. Так что я вижу, что эта молитва до сих пор актуальна. И она должна быть более укрепляться во всех нас и открываться больше. Так что и вот эта молитва на небесах. Иисус сам молится этой молитвой за всех нас. И когда я видел, что уже с Ифраем ангелов света и ангелов тьмы, то мы с ангелами света изгоняем ангелов, демонов тьмы. То есть в этой я показываю очень четко. И она видна. То есть здесь ангелы поклонения Богу и демоны поклонения сатане. Ангелы прощения и демоны непрощения. Очень просто. И ангелы любви и демоны ненависти. То есть все это ангелы богословения и демоны проклятия. То есть в этой молитве ты можешь очень четко видеть это различие. И конечно изгонять всех демонов ты можешь изгонять с ангелами Божьими, которые ты призываешь. И в этой молитве, так что ты видишь, так же тот псалом, который применяется ортодоксами, это псалом 102, тоже, да богословит душа твоя. И в этой, в этой, в этой, и там же в этой 102 мы упоминается об ангелах, которые следуют Словом Божьим. И ангелов, которые борются за Слово Божие. То есть воинство показано. То есть это как бы освящается из 102 псалом. Это молитва, вход ко всем молитвам. Это молитва, вход ко всему писанию. Поэтому, когда ты молишься, сначала ты ходишь во святые святых, ты должен каяться, приносить достойный плод покаяния. Потом уже ходишь во святые святых и молишься со своим Иисусом. Потому что у нас живет Иисус. Значит мы молимся с Иисусом. Эта молитва уже во внутреннем человеке, в новом человеке нашем. Поэтому это значительная молитва. И мы должны входить с этой молитвой во святые святых и молиться с Иисусом. И тогда это будет видно, как мы молимся с Иисусом, с этой молитвой. Это очень интересная молитва. И нам надо продолжать развивать в каждом из нас эту молитву. Не останавливаться на месте. И она значительная со всеми верующими, так же для всех церквей. Так что по всех верующих, все церкви он соберет, конечно, по этой молитве. Это действительно интересная молитва. Я в следующий раз исполню опять песню и на хибру исполню эту молитву, постараюсь в следующий раз. И мы так же продолжим в следующий раз. Спасибо.